Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале radio-nvc. На студии работает Олег Патлок. Привет. Ну, работает, это громко сказано. Ну, не важно. Сережа работает, делаю вид еда. Я как бы на подхвате, потому что не знаю, каким будет подхват. Телевизор перестал смотреть несколько дней назад. Ты знаешь, я тоже отказался от телевидения. Даже противно факс смотреть. Снёс коробку. Но на факсе справедливости ради нужно сказать, что по-прежнему остались... Ну, трое, да. ...журналисты, да, которые пытаются противостоять. Ну, неудивительно, помнишь, мы уже не раз говорили о том, что там сменилось руководство в факсе, там факс перекупили в Disney. Перекупили, конечно, да. В общем, ничего удивительного в том, что факс стал петь общим хором со всеми проститутками средств массовой информации. Интересно было, что даже CNN еще не считала... Аризону, когда факс уже посчитала Аризону, почему-то. Ну, и сразу видно, по тону было видно, что что-то здесь не то. Что-то здесь не то с факсом. Что-то не так происходит. Ну, так или иначе. Так или иначе, мы должны... Вот, интересно, я тут в Фейсбуке нашел статью такую. Действия президента США позиционируются как явное нарушение традиции. Отказ Трампа сделать поздравительный звонок Байдену или выступить с речью о поражении станет первым за 124 года. То есть, с момента зарождения традиции выступления о поражении таким отказом. И речь не просто о нарушении указанной традиции. По словам главы департамента политологии Чикагского университета Уильяма Хоэлла, речь о поражении является подтверждением легитимности выборов. Проигравший кандидат фактически призывает своих сторонников принять его поражение. Это крайне важно для здоровья нашей демократии, продолжает эксперт. Правда, он не уточняет, зачем заботиться о здоровье умершего пациента. Американская демократия умерла после не просто вбросов, а демонстративных вбросов в бюллетени в Вискансине, Пенсильвании, Мичигане и ряде других штатов. Вот Трамп и пытается ее сохранить, ну, в смысле, оживить демократию. И, кстати, пытается не один. Да еще недавно казалось, что даже значительная часть республиканцев махнула на шансы президента. Как минимум двое сенаторов из числа однопартийцев Трампа признали победу Байдена, а Джордж Буш-младший уже назвал итоги выборов справедливыми и Джозефа Байдена избранным президентом. Что и неудивительно, учитывая слухи о подтасовке результатов избрания самого Буша-младшего. Однако в законе неожиданно вспомнил, о законе неожиданно вспомнил руководство управления общих служб США. И вспомнил очень неприятный для демократов момент. Дело в том, что, согласно акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи начинается с того момента, как ООС, сокращенно управление общих служб, признает одного из кандидатов победителем. После этого команда победителя получает доступ к фондам почти 10 миллионов долларов на транзитные расходы и документации. А также может отправлять своих представителей в различные ведомства. Команде Байдена нужно заключать контракты с четырьмя тысячами сотрудников, 1200 из которых должны еще потом пройти одобрение в Сенате, а также готовить их к работе на будущих местах. А на все это нужны деньги и доступ. Однако глава управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена победителем президентских выборов. По ее мнению, результат еще не определен. И это большая проблема для Байдена. Если деньги на работу штаба они найдут, ну, там, частных спонсоров и так далее, как нашел в свое время Буш-младший, то вот доступ к документации и десантников в федеральные учреждения они никак без вердикта ООС не получат. Значит, у них не будет возможности получить секретную информацию и плавно въезжать в повестку управления страной. Неудивительно, что на Мерфи сразу же ополчился американский истеблишмент. Либералы требуют от нее немедленно начать процедуры, ведь СНН же признала победу Байдена. Так почему Эмили Мерфи не доверяет мнению уважаемого издания? Кое-кто уверяет, что Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения коллегии выборщиков. Однако, напомним, сами выборщики, которые на голосование официально избирают президента США, соберутся лишь 14 декабря, то есть примерно через месяц. А значит, все это время Эмили Мерфи имеет полное право не верить СНН и прочим американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом. Хотите еще? И поверить, она должна лишь в том случае, если Трамп сам признает поражение. Поэтому демократы обратились к самой администрации действующего президента. Редакция самого СНН призвала Дональда Трампа поступиться собственными амбициями и сделать так, как сделал Барак Обама в 16-м году, пригласил победившего Трампа в Белый дом для транзита власти. Министры внутренней безопасности уверяют, что страна находится в эпицентре двух кризисов – коронавирусного и экономического. Поэтому мы не можем задерживать транзит власти ни на один день. «Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, как быстро и четко федеральное правительство продемонстрирует уважение к воле американского народа и начнет плавный и мирный процесс передачи власти», заявила член переходной команды Байдена Джен Псаки. Да-да, та самая Псаки, которая жгла глаголом как представитель Госдепа при администрации Обамы. Правда, ее красноречие Трампа почему-то не убеждает. Действующий президент США не видит никаких оснований соглашаться с победой конкурента. Ни моральных, ни даже политических. Да, в США уже были прецеденты, когда один из кандидатов не хотел признавать поражение. Например, Ричард Никсон в 60-м уверенный в том, что сторонники его оппонента Джона Кеннеди подтасовали результат в Техасе и Иллинойсе. Однако в итоге, по словам Скотта Ферриса, автора книги о Никсоне, он понял, что если не согласиться стать добропорядочным проигравшим, то его политическому будущему конец. У Трампа такой дилеммы нет. Президенту 74 года, и он вряд ли пойдет на выборы в 2024 году. Если, конечно, не захочет побить Байдена на один год и стать самым пожилым избранным президентом в истории США. Он просто хочет спокойно править до 2024 года, и отказ признать поражение является элементом его стратегии по сохранению Белого дома. Наряду с валом судебных исков, а также сбором штыков. Демократов очень напрягает тот факт, что Трамп проводит зачистку силового блока. Он уволил со своего поста главу Пентагона Марка Эспера и назначил на его место руководителя национального контртеррористического центра 55-летнего Кристофера Миллера. Уволены были также другие высокопоставленные сотрудники Пентагона. На их место пришли лоялисты президента. Кресла шатаются и под директором ЦРУ и ФБР. Они не понимают, что хочет Трамп развязать себе руки перед объявлением гражданской войны, устроить большую поднебесную внешнюю авантюру против Ирана или Китая, или банально пытаются гарантировать лояльность штыков в случае, если он выиграет дело в Верховном суде, а демократы эту победу признать откажутся, после чего выведут на улицы мародеров и люмпинов из Black Lives Matter, а также других фундаменталистских организаций. Так что, если кто-то думал, что Хатхи, главный слон из Маугли, сдох, то он ошибается. Трамп еще поборется за свое место на водопаде. А госсекретарь США Помпея в ответ на все претензии о срыве транзита заявил, что никаких проблем с передачей власти нет. Передачей, по его словам, второй администрации Трампа. Помнишь это заявление Помпео? Да. Передача власти произойдет плавно ко второй администрации Трампа. Ну, во всяком случае, звучит интересно. Мне он так впечатляющий, обнадеживающий, не знаю. Ну, статьи статьями и эти истории, это, конечно, все хорошо, но немножко пугает. Вот, например, мы знаем, что Невада сказала, никаких пересчетов. И Аризона тоже не очень склоняется пересчитывать. Единственная надежда на Джорджию, что они могут пересчитать все Беллэдс и Вискансен еще под вопросов. Так что... Ну, будем ждать решения судов, потому что... Давай приедем звонок. Да, ну, интересно. Да, сейчас одну секунду я хотел сказать. Ты говорил про БЛМ, только что упомянул. Не знаю, слышали или нет, но уже вот руководители БЛМ, организаторы, они уже сказали Байдену, что пора платить. Да, пора платить за чернокожих избирателей. Да, мы вас слушаем, извините. Вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Это Женя. Да, Женя, да. Знаете, мое мнение, что сейчас мы наблюдаем такую чистую психическую атаку. Да. Вот первая серия. Вторая серия, это будет уже атака, как говорится, ну, лутинг, мародерство, и все это такое, когда действительно суды станут на сторону, я надеюсь, закона. Если суды... И вот это и назначение последнее Трампа показывает, что администрация действующая рассматривает ситуацию с выборами, как проведение антитеррористической операции, что на самом деле, на мой взгляд, соответствует исти. Да, своего рода, да. Спасибо большое. Иначе, как террорами преступления против нации, это назвать было невозможно. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Что вы скажете на то, что еще Байден не занял свой пост президентства? Мишель Обама объявил о том, что в случае чего они дадут руководителям, работодателям и спецслужбам указание о слежке членов тех, кто поддерживал Трампа. Это, по-моему, не одна. Я сделал такие заявления. Это и Акасия Кортес, это и Джейк Тайпер. В этом плане, ну, может быть, не такими словами, но речь идет о том, что, типа, наведем порядок среди тех, кто поддерживал Трампа. И Тайпер сказал, может быть. Ну, в общем, смысл заключается в том, что они устроят чистку. И строят 17-й год. А 37-й, я бы сказал. 37-й, 17-й. Начало 17-го, заканчивая 37-й. Только слепому не видно тоталитарной наклонности этой партии. Только слепой этого может не понимать, или я не знаю, потому что такие заявления идут от разных людей, от разных сторонников этой партии. А что ты думаешь, и они говорят об этом вполне серьезно. Эти методы чем-то отличаются от тех, которые были в начале 20-го века. А скажи мне по поводу оружия, когда уже официально претенденты на места в администрации Байдена, в частности, вот этот вот молодой нетрадиционной ориентации при этот кандидат. А? Кто? Ну, не помню, боже, вылетело из головы. Что, кто, о ком ты говоришь? Ну, кто он? Он был мэром, господи, Саутбенд, который... Бутиджич. Бутиджич, да. Вот он говорил, сама Камала Хэрис говорила, что оружие надо будет конфисковать законно. То есть они собираются принять закон и ходить... Даже закон. И отбирать закон, чтобы отобрать оружие. Ну, я не... Ну, Камала сказала, я вообще дам им 100 дней Конгресс, если Конгресс не примет закон, я сдам исполнительный ордер и... А теперь представь себе, ну, хорошо, они пришли вот к какому-то законопослушному, гражданину где-то там в Норсбруке у нас или Баффало Гроу, пришла полиция, тот отдал. А представь себе вот те фермеры, вот та вся Америка, которая не живет в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, а весь вот этот вот, как мы их называем, эти реднеки, да, которые ездят на траках по Тикасам, Кентакхи и везде. Ты что, думаешь, они отдадут это оружие? Думаю, что нет. Вот те, которые там нет. Я имею в виду без боя. Нет. Думаю, что там нет. А полиция даже и не сунется туда, не побоятся туда идти. Что там нет. А по поводу оружия, вот еще один интересный факт. Губернатор Флориды, Гасандес, предлагает законопроект, ну, то есть, во-первых, во Флориде существует закон stay your ground. То есть, в отличие от нашего гребаного штата, во Флориде, ты не обязан убегать, прежде чем ты применишь оружие. Это у нас, если к тебе вломились в дом бандиты с целью ограбить там или изнасиловать детей или еще что-нибудь, первое, что ты, вернее, то, что тебе позволяет закон, это ты должен попытаться убежать. На второй этаже и кричать оттуда, я буду стрелять. Вы, ну, как советует Ларри, Лайтфуд, дескать, вы позвоните и ждите полицию. Ну, в общем, а по закону ты имеешь право убежать, и уже, если тебя заперли в угол и уже подставили к горлу нож, вот тогда ты можешь использовать оружие. Ну, в принципе... Во Флориде закон другой. Там ты не должен убегать. Если тебе угрожают, ты применяешь оружие и все нормально. Так вот, Десантис предлагает закон, который позволит защищать не только свою жизнь в момент непосредственной угрозы, но и применять оружие, если БЛМ-овцы... Если жизни других угрожает опасность. Даже свое имущество защищать. Если ты в бизнесе и твоему бизнесу... Твой бизнес начинает громить, ты можешь применять оружие. Но не в Веленосе, во всяком случае. это во Флориде, потому что... Вот чем отличаются дятлы демократические от этих... Ну, я знаю, что многие демократы... Я знаю людей, которые, в принципе, порядочные, добрые люди, но они считают, что оружия не должно быть и так далее. Ну, а как в этой ситуации быть? Почему не позволить гражданам защищать себя? Ну, я тебе скажу, наверное, не пришла такая ситуация, которая коснулась их лично, чтобы до них дошло это, потому что я знаю очень многих людей, которые когда-то кричали, говорили, у меня в доме никогда не будет оружия. Ни в коем случае. Я знаю, что это такое. А сегодня они вот уже полгода ждут получить разрешение на владение оружия. Ну, может, чуть меньше. Но я тебе скажу, чтобы консилкерри получить, 188 дней, вот вчера мне сказали, ждет человек. Долго ждет. У моей супруги фоэт-карт экспайр, и она на возобновление, да, возобновить ее, и уже я не помню, сколько месяцев прошло. И до сих пор нет. Хорошо. До тех пор, пока эта карточка еще не экспайр, что тогда происходит? Вот представь себе, что у тебя срок действия карточки заканчивается там 1 ноября. что у тебя незаконное оружие. То есть получается, что я отправил за год, за полгода до того, и сегодня уже 30 октября, 31, и ты не, получается, ты незаконно владеешь оружием? Может, это специально делается? Я не знаю. Может, это специально делается? Я не знаю. Надо, кстати, проверить свою, я уже не помню, когда у меня... Я заблаговременно подоспокоился. Ой, надо посмотреть на консилке, или на сколько лета, на годы надри, по-моему, на 5? На 5, кажется. На 5? Кажется, на 5. Еще пока действительно надо будет проверить точно. Консилкер еще нормально. Да. В общем, вот такие пироги. Давай, принесу звонок. Давайте. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Нужно ли иметь оружие или не нужно? Этот вопрос можно обсуждать, но есть другие вещи. люди имеют пулеметы, гранатометы, есть у некоторых даже списанные танки, которые действительны, есть минометы. Явно это у людей быть не должно. Оно вам мешает как-то? Это как-то отражается на вашей жизни? На моей жизни сегодня, слава богу, не отражается, но оно может отразиться завтра. Неизвестно, что будет в этой стране, где люди постепенно начинают сходить с ума. Но у меня еще есть вопрос. Какие шансы у республикантов сохранить Сенат? Ну, на сегодня... Хорошо. Шансы довольно высокие, потому что сегодня мы уже получили 50 мест и еще вот только что Сережу обсуждали. В Джорджии еще два кандидата. Еще два человека в январе должны быть. Дердю и Лафлер будет ранов, поскольку никто из них не набрал 51 голос, а по законам штата Джорджии именно так можно победить на выборах. Поэтому 5 января, по-моему, начнутся, пройдут выборы в Джорджии и очень хочется верить, что все закончится благополучно. Вообще, я немножко удивлен. Я думал, что будет больше перевес в Сенате. Вот когда было 48-48, я почему-то подумал, что остальное уже будет республиканское, республиканские голоса. Ну, не получилось пока. Будем надеяться. Ну, во-первых, мы же, как всегда, мы же не знаем, как проходить, что там считали, как считали, каким образом. Вообще, уже у народа нет доверия никому и ничему. Никто никому и ничему не верит. Настолько ложь со всех сторон. А ты не обратил внимания вот последнюю неделю, не знаю, я с очень многими людьми разговаривал, ну, и каждый раз заходит разговор о выборах, о политике, о Трампе, о Байдене. Ну, и каждый раз, ну, что? И вот очень многие говорят, ты знаешь, пошло оно все туда. Естественное состояние апатии. У людей просто, да, какое-то вот такое состояние, ну, в принципе, у меня тоже такое состояние. Напрасно, 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 напрасно. Понимаешь, при любом раскладе жизнь на этом не заканчивается, поэтому, ну, во-первых, еще не все потеряно, как мы знаем, еще, во-первых, идут суды, где-то уже начались пересчеты, и давай подождем результатов, не будем пускать руки. Да, ты прав, ты прав. Добрый день, мы вас слушаем. Наши радиослушатели более оптимистичны, Да, может, вы поднимите нам настроение, поднимайте, мы вас слушаем. Я постараюсь. Хорошо. Знаете, настроение такое, по поводу вот истерики СМИ и признания Трампа уже СМИ. Есть анекдот такой, дедушка старый приходит и говорит, у меня с женщинами перестало получаться. А сколько вам лет? 83. Ну, так все, возраст? Ну, не скажите моему соседу 94, а он еще может. Так вы тоже говорите. Да, а кто говорит? Это он говорит. Ну, и вы говорите, да, видите, как, звоните почаще с анекдотами. Спасибо. Спасибо, да, да. Ну, я тебе скажу, вот вчера, между прочим, Толик говорил, что многие, не многие, где-то порядка 20 глав государств поздравили Байдена, и вот непонятно, что в их числе как-то оказался Бенемин Атаньяхов. Ну, мы на эту тему уже говорили. На эту тему Аси Энтови досталось, она попыталась, сегодня будет, Александр не помню, еще он объяснит ситуацию, потому что, ну, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Старый анекдот на тему выборов. Он действительно был на тему выборов. Сидят два человека, играют в карты. Один из них первый сдает, второй принимает. И все, что рядом стоят, видят, что первый жульничает. И они шепотом говорят второму, он же жульничает. Он говорит, ничего, ничего, это его сдача, а потом будет моя сдача. Да. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Вы объясните человеку, что канцел Керри дает право только на наушение хендган, то есть пистолет. А все эти пулеметы и танки, в общем-то, это можно там дома где-то покурить, и не более. Вот. Честно вам признаться, у меня, я хоть и голосовал за стран, подмоги в этом дело. Дело в том, что меня республиканская партия полностью, как бы это сказать, разочаровала, даже не тем, а тем, как она все равно без зуба тебя ведет, не защитив и не проголосовал полностью за своего президента. Это, это, это ренегатство, это полное предательство. Я даже не знаю, как себя, как относиться теперь к республиканской партии. Спасибо. я не знаю, только, по-моему, Тед Круз и Джим Джордан, вот они как-то еще есть там, нет, я хотел немножко о другом сказать. Вот, те люди, которые сегодня перешли в лагерь новотрамперов, республиканцы, которые были республиканцами, всегда, никогда не голосовали за демократов, были республиканцами, тут вот даже был, создали Lincoln Project, это новотрамперы, которые там получили миллионы и миллионы долларов и гнали антитрамповскую рекламу. Так вот, эти люди, которые голосовали за республиканскую партию, став, причем, до того, как Трамп был избран президентом, они критиковали, и причем, не без основания критиковали свою собственную республиканскую партию, потому что много всякого, но когда Трамп был избран и он перевернул, ты помнишь, 43 конгрессмена сразу ушли на пенсию и так далее, то есть, когда Трамп стал как бы действовать в соответствии с нытьем вот тех республиканцев, которые голосовали за республиканцев, но при этом осуждали свою партию, они вдруг стали новотрамперами, они теперь себя называют истинными республиканцами, а всех остальных, кто поддерживает Трампа, трампистами. Причем, это не только верхушка партии. Нет, я сейчас говорю об избирателях. И да, вот именно мы наблюдаем, вот даже в Фейсбук, в группах, как очень многие вдруг, вдруг переметнулись в другой лагерь и стали, причем, они говорят, мы республиканцы, нет, никакие мы республиканцы. А многие из них призывают, но сами не голосуют, призывают не голосовать за Трампа, а призывают голосовать за Байдена. Хотелось бы спросить хреновые республиканцы, то есть, вот ту программу, которую предлагает Банч Бакс Джо, вы там что-то республиканское видите, чувствуете, может быть, я тупой, не понимаю, что там такого консервативного в программе Байдена или республиканского, а вы такие острые на ум, что что-то видите и понимаете, чего я не понимаю. Мне бы хотелось задать вопрос по поводу ковид, который два раза поднял Байден и сказал, что у меня есть план. Давай, знаешь, что мы поднимем. Вот с этого начнем следующий сегмент, поскольку время уже немножко заболтались. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Все, что на сердце у тебя. Итак, продолжаем нашу программу, обещали принять звонки, примем. Обещали, значит, должны выполнять. Как трогать? Добрый день. Добрый день. Добрый день, дорогие ведущие. Олег, Сережа, это Светлана. Олег, я разделяю, здравствуйте, я разделяю с вами вот это депрессивное состояние, упадническое, хочется все бросить и руки опускаются, но, понимаете, это не выход. Все равно нужно скооперироваться. У нас нет выхода, нас поимели, и мы хотим это скушать и... Нам не очень от этого хорошо. Я понимаю, нам тоже нехорошо. Можно я вам дам свой мобильный телефон, звоните мне раза три в день, поддерживайте мое настроение. мне тоже нужно скидокератива. Я не по этому звоню, потому что такая ужасная депрессия в чувствах и вообще в несправедливости. Но вы спрашиваете, вы вернее, вы сказали, вы ожидали, что будет больше разрыв у республиканцев. А почему вы его ожидали? Если у Трампа, который вообще полностью должен был быть вообще вся Америка должна была быть красной, и оказалось, вдруг начало синить. А так почему вы ожидаете, что будет другое по параллели у сенаторов, у конгрессменов? Фрод прошел везде. Абсолютно везде захват. Так почему вы думаете, что у них будет большой разрыв, и что мы возьмем сенат? Нет, они приложат сейчас все усилия. В Джорджии есть правила, там можно зарегистрироваться. И я призываю всех людей, у кого есть родственники в Джорджии или рядышком штаты, чтобы ехали и регистрировались, и голосовали 5 января. Это очень, это очень важно. И это можно сделать в течение месяца в Джорджии. Теперь все призывают, что сейчас нужны деньги. Мы должны, ребята, все, понимаете, мы должны хоть немного, хоть каждый, хоть что-то, сейчас послать деньги. Во-первых, вот в Джорджии, вот этим двум сенаторам, ну, на вот эту перевыборную дурацкую кампанию. и, конечно, помощь легальной бригаде Трампа. Ну, хоть каплю, но все равно от каждого понемножку. Теперь еще, еще один вопрос. Вот мы сидим, как бы сейчас пассивно и ждем. Ну, мы выполнили свое дело, да, мы пошли, проголосовали, мы знаем, что вот мы выполнили свой гражданский долг. Этого мало. Наши голоса могли никуда не пойти. Даже в нашем штате. Мы можем проверить, прошли ли наши голоса. Если же можно дозвониться, можно узнать. Это раз. Теперь, если ваши голоса не прошли, мы должны это задокументировать и посылать это доказательство. Это офидевит того, что есть нарушение и есть фрод. И каждый из нас, даже в нашем ужасном, проклятом таком вот месте, как Иллиной, мы все равно можем собрать очень большое количество доказательств, что фрод прошел буквально везде. И от того, что Трамп не судит, например, Иллиной или Калифорния, еще ни о чем не говорит. Они не могут распыляться. Каждый суд стоит очень больших денег. Даже пересчет стоит больше трех с половиной миллионов, по-моему, мне кажется, чтобы подать на пересчет. И в общем, это очень большие затраты. И мы, просто так сидя и охо, мы даем возможности с демократом полностью нас. Вообще уже стерейские сайты. Абсолютно. И они к этому идут. Согласна. Вот я к чему призываю, чтобы мы, во-первых, не раскисали. Хотя, это очень легко сделать. Я сама так. Но... Нет, нет. Ну, не то, что раскисаем, прямо уже руки опустили. Ну, понимаете как, тут же не только... Вот прислушайся к тому, о чем сказала Светлана. Вот она истинно говорит. Светлана, абсолютная правда. Ну, я понимаю. Замечательные слова. Умничка. Тут же идет еще, знаешь, в рождество к этому еще мысли о том, что вот у нас есть дети, вот как они, где они будут жить, в какой стране, при какой власти, как им придется, вот, если действительно, вот этот бидон, извините за выражение, никогда не допускаю, оно придет к власти и вот это болото. А, кстати, вот насчет того, что почему я надеялся, я надеялся до выборов, когда я увидел, а почему я надеялся, потому что, да, самое элементарное, когда вы вспомните поездки Трампа по штатам, когда вы вспомните количество людей, которые его встречали, и количество людей, которые встречали Байдена, и как могло так получиться, что он проиграл такие штаты. Могло, легко. Вы же видите, ну, вы же видите, как легко могло, хотя бы реально, реально он победил с ужасным преимуществом. И, ну, может быть, в один или два штата, может быть, он проиграл. Все должны были быть красные, все. Но это фрод, это фрод, это технологический фрод. Да, но теперь надо это доказать, теперь надо это доказывать, а вот когда он подал в суд в Неваде, то в Неваде сказали, знаете что, дорогой, да, может быть, у нас фрод, но не можем, у нас перевес там в 54 тысячи, или сколько, ну, есть у нас там каких-то 200 белос нелегалов, так что мы за 200 белос будем пересчитывать, и судовые руды сказал нет. Олег, они будут везде так говорить, во всех штатах. Вы что думаете, они придают столько усилий, а Джорджия не сказала. Ой, не надеюсь, на Джорджию тоже. И Вискансин, да, да, ненавидят. Но Вискансин, Вискансин не сказал, Джорджия не сказала. И Вискансин такой же левый сейчас, там такой левый губернатор. Не совсем, даже одно то, смотрите. Наш губернатор там кинул страшные большие миллиарды, там был пандрейзинг и на Вискансин. Дело не в этом. Дело в том, что официально знают, и эти цифры действительно достоверны, что зарегистрировано было гораздо меньше людей, чем избирали, поэтому они готовы к пересчету. Пересчет еще не означает, пересчет еще не означает. Опять-таки, мы должны сами, не надеяться на пересчеты, мы должны, as the people, as the people, we have to take action. Так, я, значит, я вас прошу, сделайте эту action, вот вы первая. Узнайте, где ваш голос. Дайте нам знать, вот в нашей группе на Facebook, NVC, радио NVC, и вот, дайте, дайте клич, и мы последуем вашему призыву. Договоримся. Ну, по-моему, я сделала несколько, я сделала несколько шагов, я посылаю деньги, куда нужно. Ну, деньги мы посылали давно и все, я тоже посылаю. Спасибо большое. Спасибо, Светлана. К сожалению. Не опускайте руки, не опускайте руки. Абсолютно. Не-не-не, о чем вы говорите. Спасибо. Это так, было образно сказано. Простите, у нас еще звонки есть. Сейчас приму звонок, но приедем цитаты из одной интересной статьи, так, чтобы немножко, так сказать, разбодрить. США у всех на глазах окончательно превращаются в фашистскую диктатуру, управляемую глобалистской мафией, в которую входят экспансионисты и социалисты Китая, их марионетки из Демпартии и крупный капитал во главе с технологическими гигантами из Кремниевой долины, удушившие свободу слова. Но, с другой стороны, если предположить лучшее, то, возможно, с этого-то как раз и начнется окончание массового оболванивания населения посредством телевидения, газет, кинематографа, школ и университетов. Это очень оптимистичное предположение, но такая вероятность имеется, ничто не вечно под луной, в том числе и нынешняя западная парадигма. Советская империя развалилась нежданно-негаданно, как и тысячелетний рейх. Развалится и глобалистская империя. Так что, вот так. Вот так. Да. Добрый день, вы в эфире. Алло. Перезвоните, пожалуйста. Да, что-то соскочил звонок. 847-400-5200. Телефон нашей студии, если у вас по-прежнему есть вопросы или желание поделиться позитивом. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, меня очень это волнует, какие страны, если у вас есть такая статистика, не поддержали Байдена, но не поздравили Байдена с президентом. Я думаю, таких стран много, но очень... А, например, Украина? Нет. По-моему, поздравил. Не знаю, не буду спорить. Я вам точно скажу, что на самом деле имеет значение. Президент Мексики сказал, что я не буду торопиться, я подожду окончательных результатов выборов. И, извините, что перебиваю ваше время экономию, просто даже я слышала, даже китайцы сказали, что они не будут с этим торопиться, потому что пока не признают целая вся страна. Это я слышал на свои уши. А страна, которой президент наш сделал наибольший, это Израиль, быстренько погнала поздравить. Это просто такое свинство, что прямо мне аж говорить не хочу даже. Что и туда, и сюда, и туда, и сюда. Поэтому это очень красиво выглядит. Трамп и так же самое по Польши. Там поставил он войска, и все. Польский президент тоже поздравил. Мне эти две страны, мне очень не понравилось, что такое случилось. И они в первых рядах, что поздравили Байдена. Кстати, я сказал неправду. По поводу Украины, значит, Зеленский тоже поздравил Байдена. Одним из первых был министр Канады Трюдо. Турция, я смотрю. Ну, Франция, конечно же. Президент Венесуэлы признал. Ну, этим я не удивляюсь. И нашему Зеленскому тоже не удивляюсь. Значит, Байдена поздравила оппозиционер Лукашенко. Светлана Тихановская, кстати. Ну, да. Кстати, Байдена поздравила Зеленский, Порошенко, Исаакашвили. Все поздравили Байдена. Ну, вот я и говорю, это одно. Массовый психоз. Да, как я уже сказал, президент Франции, президент Казахстана, премьер-министр Бельгии. Ну, их всего там что-то около 20, поэтому вы можете на интернете посмотреть. Лучше посмотреть, кто поздравил, чем узнать, кто не поздравил. Это будет, наверное, скорее. Окей, ну, просто говорю, что очень неприятно. Мы ездили здесь с флагами, с машиной, с дочкой ездили. Наталья и я сюда, где только можно было. И все. А люди так много для них сделано. И все. И они тут же сразу поздравить. И это удивительно. А наш Зеленский, у него украли там деньги, этот бидон вытащил с Украины, тащит его. Он поздравил. Ну, видите, что тут говорить. Спасибо большое. Вот тут пишут даже в комментариях, что якобы не только поздравил, но и сняли все обвинения с Байденов по поводу буризма. Да, это тоже я читал об этом. Да, кстати, эта информация, не знаю, она не очень легитимная. Это не было официально заявлено никем. Так что пока что это все догадки. О чем мы хотели поговорить? Кто, Черчилль говорил, по-моему, по поводу друзей и интересов. В международной политике нет друзей, есть только интересов. Мы говорили про ковид, мы начали говорить. Кстати, вот буквально пару дней назад, у нас звонок, нет? Нет. Пару дней назад вышел новый апдейт по поводу того, какие штаты попадают под правила, если ты оттуда прилетаешь, ты должен, во-первых, я не понимаю, как, ты должен за три дня до прилета сделать тест, чтобы получить результат, и с этим результатом ты должен прилететь в штат. Я не понимаю, как это вот написано, что результат, но more than 72 hours prior to arrival to Chicago. То есть получается, если вы сегодня едете в, там, ну, Флорида еще не в списке, но в другие штаты, и летите назад, вам нужно там сделать тесты. Ну, а штаты, это Вискансен, это Мичиган, это Миннесота, это Вермонт, это Монтана, я прошу прощения, не Вермонт, Монтана, это Айдахо, ну и какие-то другие еще штаты. Слава Богу, пока Флорида куда так очень любят летать, наши жители Чикаго, в этот список не вошла. Вот сейчас принял звонок, только один комментарий, некто Людмила Морозова пишет. Ведущие давно в Чикаго сидят под леваками, им это привычно, что воля, что не воля, все равно. Ну, Светлана, Людмила, то есть, не думаю, что вы правы. Да, Борис, ты не прав. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Варвара. Вы знаете, я слышала, что от Израиля поздравил не премьер-министр, а президент, и я знаю, что у них всегда были разногласия, так что, может быть, все-таки Натаньягу не такой плохой, как нам тут его описывают. И второе, тоже я не знаю точные источники, я слышала, что нашли каких-то 20 голосов Электорал Калледжа для Трампа. Не Пенсильвания ли это? Вот вы не знаете ничего об этом? Мы бы там уже посчитали и нашли то, что... Нет, ну, просто, как бы, вот эти... Я не знаю, опять тут есть информация, что эти 20 голосов отняли пока от Байдена, поскольку там еще будет пересчет, очевидно, или что-то, поскольку вмешался судья Алита, приказал отдельно бюллетени, которые получены после закрытия участка, так сказать, их сохранили отдельно, может быть, поэтому эти голоса не приписали. Но, опять же, Фейсбук пишет, что информация не верна, как обычно. Ну, в Фейсбук мы очень верим, конечно, это понятно. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Да. Ну, насколько я знаю, слыхал. Во-первых, Китай сегодня признал. Вот, насколько я знаю, Путин не признал. Как не признал? Они все признают, рано или поздно. Но он на данном не признал. Президент Бразилии не поздравил. С Израилем это, ну, вы понимаете, ситуация такая очень щекотливая. Хотелось бы, чтобы он этого не делал, но у него другого выхода нет. Это отношение с Америкой на протяжении 70 с чем-то лет. Я хочу другое поговорить, господа, с вами. Знаете, когда я слышу, когда демократы, сенаторы, как Шумер или другая мразь, которая их представляет, говорят нашему президенту, чтобы он имел dignity, чтобы он имел respect, чтобы он имел... И говорят те, которые партия потеряла, мне кажется, на протяжении очень многих лет, у них zero dignity и zero respect, и они криминалы, и вообще черт знает что, и они учат нашему президенту, чтобы он это проявил. Дай бог, чтобы он этого не проявил. Особенно перед этой, как его, криминальной толпой, понимаете? Но от признания, не признания, Сергей, вы согласитесь. Тот же Путин, он признает, когда действительно точно кто-то определится, он признает. Это просто, как вы... Это ничего не значит, в принципе. Обычный дипломатический такой... Абсолютно, да, да. Просто не стоять в стороне. Ну все, ребят, все хорошо, будем надеяться на лучшее. Спасибо, да. Ну что касается России и Китая, которые как бы в первых едах не были, не признали, потому что им нет смысла. Нет смысла бежать впереди паровоза, они... Бидон, и так он у них в кармане, поэтому... Какой смысл? Раньше ты признались... Я отвлекся немножко. Ты там дискутируешь? На каменты этих, в кавычках, так сказать, умников, вот, в частности, под именем Евгений Краснов. Так вот, Евгений Краснов, я тебе передаю привет и говорю, что закрою рот я тогда, когда я захочу, а не тогда, когда ты этого захочешь. А сейчас мы оба умолчим на несколько минут. А сейчас, да, мы закроем рот на две минутки и послушаем наши рекламы. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И не вздыхай, так тяжело. Жизнь продолжается. Добрый день. Это я в выдохну. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, в свое время в Союзе была популярная песня с припевом «Не вешать нос гардемарины». Я тоже не смотрю телевизор уже две недели. Фима, это вы? Да. А, Фимочка, добрый день. Но я постоянно слежу за новостями на интернете. Есть такой сайт «Континент USA». Вот сегодня статья там, которая идет под счет. Сейчас Трамп лидирует в 232 против 226 у этого Шлюнтера. Под вопросом пока «Вискансин», Пенсильвания, где оказывают давление на юристов. Георгия и Аризона. Да, между прочим, я вот смотрю другой сайт. И «Поучтаймс. Даткам». Тоже те же самые цифры, между прочим. Вот. Да, я просто не назвал. Еще есть газета, кстати, в Калифорнии. Сан-Франциско. Все еще впереди, не волнуйтесь. Спасибо. Так и поступим. Спасибо. Спасибо. Никто не знает, как закончится вся эта бодяга, но я еще раз хочу сказать, жизнь продолжается. Надежда умирает последней. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, еще раз. Прошу прощения, что так часто. Не страшно. Знаете, я, как уже говорил неоднократно, и очень хотел бы поблагодарить Светлану за ее звонок. Очень такой мотивирующий. И добавить, что, вы знаете, уже вот по прошествии недели, да, вопрос в целом, касающийся выборов, стал намного шире. Уже не важно даже, Трамп или Байден, а важно, будет ли сохранена демократическая процедура, и останется ли доверие вообще к институту выборов. Понимаете? Если мы сейчас позволим, в целом, я имею в виду вообще народ и... Да, да, мы понимаем, о чем вы. Ну, если позволить этому всему пройти, то никакие дальше Джорджи, Ранофы, последующие там все говорят, во, 22-й год, там, Павла... Никакого этого уже ничего не будет. Будет однопартийная система со всеми вытекающими последствиями. Да, да. Ну, спасибо большое. Да, я абсолютно с вами согласен. Я всегда вот очень многим говорю, что оставьте на секундочку собственные амбиции, оставьте то, что вы не любите, то, что Трамп грубый, или он там кого-то схватил за что-то. Смотрите на то, что они хотят сделать со страной, какие планы. Байден кричит уже не первый месяц, что у меня есть план от ковида избавиться. Ни Китай, ни Франция, ни Англия, ни Германия, никто, ни у кого еще плана такого нет. А у Байдена он есть. И он вот его ждет, молчит. То есть, пока он обвиняет Трампа в смерти 270 миллионов, что же ты, сволочь, тысячи, я извиняюсь, тысячи, что же ты, сволочь, сиди в своем бейсменте и не поделишься этим планом, и не спасешь тех, которые умирают. Руководителем штаба, главным советником медицинским по борьбе с ковидом, Байден намерен назначить, объявил, из Экеля Эммануэля. Помнишь такого? Да, конечно. Который стоял у истоков Обама-Керр. Да, да, да. И вот теперь слушайте внимательно, когда он отстаивал, так сказать, необходимость ведения Обама-Кера, когда говорили о том, что необходимо будет ограничить, ну, доступ к медицине, он заявил о том, что люди, которые достигли возраста 75 лет, им дальше жить, в общем-то, не обязательно. Да, и просто их нужно положить в это, в осию, пусть они там лежат. Им жить не обязательно. Сережа. Это вот этот человек будет возглавлять штаб Байдена по борьбе с ковидом. Подожди, так, кроме того... Еще одно заявление он сделал из Экеля Эммануэля о том, что в первую очередь мы должны вакцину... Отправлять за границу. Отправить в другие государства. А уже только потом мы можем, так сказать, вакцинировать наших граждан. Вот это план Байдена, за который голосовали. Вот за его, а вот такие вот... Причем, интересно, статистика, я не знаю, сколько можно верить статистике, но, во всяком случае, медиа говорила о том, что пожилое население в этот раз, в прошлый раз проголосовали в основном за Трампа, а в этот раз большинство проголосовало за Байдена. Уважаемое пожилое население, как вам нравится план Байдена, если вы за него голосовали? Если вы достигли возраста 75-ти, можете смело заворачиваться в простыню и на санкции от Мемориал. Это то, что для вас приготовил товарищ Байден. Когда я говорю, что большинство людей, они едят вот то, что им говорят по телевизору, вот доказательство этому... Позавчера я с соседом разговаривал, демократ. Ну, он такой, знаешь, довольно интеллигентный человек, то есть он, когда спорит, он не переходит на личности, он там не кричит. Вот, и я ему говорю, а ты знаешь вообще вот основные, те законы, которые уже Байден сегодня хочет отменить, когда он станет президентом? Ну, назови хотя бы один. Ну, я еще не знаю, я говорю, ты знаешь, что он хочет выйти, зайти назад в Парижский договор, он хочет назначить послом в ООН Хиллари Клинтон и наладить испортившиеся отношения с ООН. В ЮНЕСКО он хочет зайти и так далее. Он говорит, а что такое Парижское соглашение? О чем еще можно говорить, ребята? Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я хотел просто сказать, почему вы все время говорите, что Трамп проиграл, что пожилые люди голосуют за Байдена. Трамп боролся не с Байденом, Трамп боролся с громадной системой, с партией, хорошо организованной, великолепно замотивированной, с множеством членов. Вот скажите, сколько волонтеров, республиканцев ходили по домам престарелых и собирали голоса? Я думаю, что ни одного. Один байденовский выкормыш, навестив несколько домов, собирает пачку совершенно законных бюллетеней. Вот и все. Никто не голосовал ни за убийство 75-летних граждан США, никто за них голосовать не будет, здравыми не будут. Но когда приходит молодой, улыбчивый, симпатичный парень, рассказывает, что у вас будет все бесплатно, ему просто все эти бабушки и дедушки подпишут. Я больше, чем уверен, большинство этих бюллетеней легальны. Просто Трамп, он не в состоянии победить систему, он сделал просто какую-то громадную работу, невероятную. Хорошо, если в этот раз удастся, но... Спасибо. Во-первых, я вас должен поправить. American Education Immigration Fund, активисты этого фонда, волонтеры, помогали пожилым людям, возили их на избирательные участки, потому что они хотели проголосовать лично. То есть, не то, что вот там... Другое дело, что где-то судят женщину, которая 137 бюллетеней в Нёрсингхоме заполнила в пользу Байдена. И таких случаев, очевидно, много. То есть, это другое дело. Но то, что мы не сидели сложа руки, не охали, не ахали, а пытались что-то сделать и делали, это факт. Что касается Трампа, я... Никто не говорит, что Трамп проиграл. Я не могу с уверенностью сказать, что он выиграл. Я понимаю, что был колоссальный вброс, колоссальный фрод. Об этом говорит и статистика, и хронология событий. Но вопрос заключается в том, удастся ли доказать это в суде, и насколько судьи будут иметь гадз, чтобы принять такое кардинальное решение, такое эпохальное решение. Это другой вопрос, поэтому с уверенностью сказать, что выборы закончатся вот с таким результатом или с таким, наверное, никто не может. Хотя, ещё раз говорю, руки мы не опускаем. Вот, кстати, интересно, Гарри Табах пишет. Я буду завтра в 12 часов на Хайлендейл и первая дорога напротив Флениганс. Приходите на демонстрацию, приводите всех, кто может. Мы не бараны, и это наше право. Просто так нас и байдануть не дадим. Юнайт. Гарри Табах молодец. Видите? Не все сдались, не все опустили руки. Люди ещё продолжают бороться, люди ещё продолжают выражать своё мнение и отношение к тому, что произошло в нашей стране. Вообще удивительно, кто в здравом уме может поверить, что за Байдена проголосовало на 10 миллионов человек больше, чем за Обаму, когда все с таким воодушевлением, с восторгом кинулись голосовать за Обаму. Из-за Байдена, который отсидел в подвале, всю избирательную кампанию, несколько раз выпался с подвала, там по 8 человек в кружках обрисованных. Бред, бред, какой энтузиазм. Между прочим, по поводу Пенсильвании каждый раз были опубликованы данные, количество людей, которые переметнулись из клана демократов к республиканцам. Именно в Пенсильвании, причём больше всего их, как говорится, перебежчиков на нашу сторону, было в первые два года правления Трампа. И там числа исчислялись тысячами. И вдруг Трамп проиграл. Я уже говорил о том, что когда посмотреть на визиты Трампа в Штатах, где он собирал тысячные стадионы, и тысячи встречали его в аэропорту. И посмотреть, когда Байден стоял, толкал речь, и перед ним стояли там, не знаю, пару сот человек. Добрый день, вы в эфире. Алло, это я? Да, это вы, добрый день. Да, добрый день. Это Юра из Нью-Йорка. Ну, во-первых, я думаю, что когда вы называете его Бидоном, это для него комплимент. Я вообще называю его Биде, либо по-украински вообще Бида. Ну, мы же всё-таки с микрофоном у рта, мы не можем такого сказать во всеуслышание. Но согласиться с вами мы имеем право. А Биде это романтично. Но у меня вопрос, смотрите, вот открываешь сайт Associated Press, да, открываешь штат Нью-Йорк, он почти весь красный. Ну, за исключением там, конечно, Нью-Йорк-Сити, Албани, Баффл, и там Ротестра, и там ещё что-то. А в основном красный, да, но там 80% голосов всё-таки не подсчитанных. А это приблизительно так, ну, по таким пальцам высосанных, это миллион триста, где-то миллион триста тысяч, да, то есть если это доплюсовать просто так вот, даже миллион доплюсовать до Дональда Трампа, то он уже с головой его выбирает. Вот можете мне объяснить, почему вот такое несовпадение, почему уже Нью-Йорк огласили, что Нью-Йорк проголосовал за Байдена, а не за Трампа? Вот, спасибо. Ну, есть таких, несколько вариантов с арифметическими нестыковками, там, скажем, в одном штате Трампа опережал Байдена на какое-то количество процентов, один процент всего не посчитали, и всё равно они не отдают победу Трампа, хотя даже если этот процент оставшийся, все до единого бюллетеня были бы за Байдена, он бы всё равно не смог догнать. Ну, ещё раз, как-то, поэтому СМИ никто и не доверяет, ну, не то, что никто, но большинство людей средствам массовой информации не доверяют, не доверяют. Больше доверяют суши на заправочной станции, чем в СНН. Ну, я тебе скажу, что в основном-то люди и черпают информацию от них. Да, нет, я боюсь, что это не из-за информации, я боюсь, что это мозги так устроены, и ничего тут, ничего не поделаешь, ничего не попишешь. Добрый день. Добрый день. Я что хотела сказать, вот Сергей упомянул, что не могло столько народу проголосовать за Байдена. А, к сожалению, против Трампа такое, у людей такая иррациональная ненависть, что большинство тех, кто голосовал, ну, не большинство, многие, кто голосовали за Байдена, на самом деле просто голосовали против Трампа. Против Трампа, да? Да, я какой-то видел. Так что, могло, и я думаю, что это именно то, что бифап вот эти цифры. Я видел какой-то опрос тоже, из которого следовало, что за Байдена, как за Байдена, проголосовало там 26%, а 56%... Против Трампа. Против Трампа. Против Трампа. То есть у людей просто иррациональная ненависть к этому человеку. Абсолютно. И они готовы проголосовать за соседа. Абсолютно. Только убрать Трампа. Если бы им сказали, что ваш сосед выиграет, голосуйте за него, они бы, даже если они с этим соседом воюют уже 20 лет, проголосовали бы за него. Хотя, честно говоря, я все пытался понять, почему, откуда же такая ненависть-то к Трампу? Ну, я понимаю... Ну, он им как это, как иголка шила в одном причинном месте. Ну, когда ты задаешь этот вопрос, почему вы так не любите, начинается. Он не политик. Он гомофоб. Он русофоб. Он и слава богу. Никто не даст ответа. Никто не даст. А люди настолько промытые. Вы абсолютно правы. Они не могут ответить здраво, за что я не люблю этого человека. А если... Мне никто не дал ответа, который хоть как-то был кредибл. Потому что нету этих ответов, нету рациональных ответов. Поэтому они выискивают какие-то причины, что он грубо говорит. У него волосы не того цвета или макияжные. Волосы, да. У него недостаточно... Серьезная причина. У него недостаточный словарный запас. Он там, какой-то мимика его не нравится, там рука вверх. Вот не нравится им и все. В общем, все токенпоинты, которые именно на протяжении 4-х лет кормили средства массовой информации. Как тот анекдот. Не люблю я тебя, не люблю. И неудивительно, они на протяжении 4-х лет воспитывали, вскармливали именно ненависть к этому человеку. Ничего более, потому что... Знаете, что печально? Что им это удалось. Вот это, на мой взгляд, самое печальное. Уже даже не столько... Не хочу сказать, что это не важно, кто будет во главе страны. Причем самое интересное, когда говорят... Что произошло с народом, это, по-моему, куда более глубинная проблема, чем какая-то конкретная персона на посту президента. Есть 20 или 25% населения, которые голосовали, будут голосовать за демократов, no matter what, как говорится. Но ведь 10% республиканцев, которые вдруг воспылали ненависть, я понимаю элиту республиканскую, которой он стал как кость поперек горла, которые привыкли сидеть в Конгрессе, в меньшинстве, делать свои, обтяпывать свои грязные делишки, зарабатывать бабки и при этом стучать себе пяткой в грудь и говорить, что мы за народ, мы против этих, но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Но этих я могу понять, это у них бизнес такой, но вот эти, которые внизу, которые считали себя всю жизнь республиканцами, вдруг раз, я понимаю активистов группы Lincoln Project, потому что пацаны нажили там несколько миллионов долларов денег, поэтому они готовы за бабки продать мать родную. Не нравится им то, что Трамп говорит правду, вот и все. Не нравится им то, что он наплевал на политкорректность и называет вещи своими именами. Не нравится то, что он сказал, я разворошу не только демократическое болото, но и наведу порядок в своей партии. И этого тоже много испугались, а многие, а что, республиканцы святые тоже у многих врылся в пушку. И мы об этом всегда говорили. Поэтому они не любят его. Я не понимаю тех людей, которые стали новотрамперами, которые до этого скулили, что вот республиканцы, не то, не это, вот так и так. И тут пришел человек, который как бы пытается воплотить их мысли, идеи в жизнь, и они вдруг перевернулись, у них на крыше что-то, в голове что-то щелкнуло, и все, и ненависть. Значит, и не республиканцы они были. Знаешь, есть такое понятие еще как консерватив. Ты можешь себя называть кем угодно, республиканец, never Trump, но консерватив, если ты, то неважно, кто, знаешь, говорят еще так, you have to respect the office. То есть даже если ты не любишь Трампа из-за каких-то его личных качеств, то ты хотя бы должен голосовать за него только потому, что он представляет твою партию. А если ты не голосуешь за нее, никакой ты не республиканец. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, 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 добрый день. А, ребята, это Филадельфия, я за вас. Здравствуйте. Это все, что вы говорите, как свет в ночи. Но вот вопрос у меня не уходит. А где прокурор Бар? Вот. А, подождите. А где Дюром? Да. А где этот проклятый лаптап, который сделали на Лубянке? И зачем эти все брызги во время элекшн, что вот, пожалуйста, у нас тут этот наркоман Хантер и курил, и прокурил тут все связи с Китаем, да? И зачем нам все эти разговоры с этим, как его, об Украине, которую продали давно, еще три года назад, я говорил, вот, посмотрите на этого Байдена. И все впустую. Вот у меня вопрос. И вдобавку к вашему вопросу, мой вопрос. Почему до сих пор ни на кого не подали в суд? Почему этого Хантера не осудили до сих пор, если есть вот эти вот доказательства? Если есть доказательства, что Байден получил деньги от Жанейра Лужкова. Слушай, вот мы как лохи, понимаешь? Вот мы воспитаны в той проклятой, как тут говорят, стране СССР, да, темные русские там все подряд, да? Но мы не лохи, а нас держат за лохов. Не совсем мы темные. Да, а нас держат за лохов, потому что если вы поднимаете такие вопросы, то тут не надо целый год дюрому заниматься. Лаптап я не сделал у себя в Филадельфии. Да, немножечко без зубы показала себя наша партия, к сожалению. Спасибо за ваш звонок, спасибо огромное. Вот это вопрос глубокий. Да, спасибо большое. Ну что ж, друзья мои, подошло время, наверное, нам заканчивать. Да, берегите себя и надежда, еще раз говорю, умирает последней. Так что будем надеяться, что все будет хорошо и мы победим. Абсолютно. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!